Сегодня мы продолжаем нашу образовательную программу и сегодня у нас последняя лекция из цикла «Марксизм без фобий». Собственно, лекционную часть назвали «Фак Марксизм» и до меня мои коллеги Оксана Шаталова и Алжалская Жахмет прочитали две лекции. Первая лекция называлась «Введение в базовый лексикон», на котором Оксана пыталась представить, собственно, самые базовые концепции марксизма, такие как материстическое понимание истории, понимание класса, производственных отношений. Это такой в самом истинном смысле был лекбез. Наш коллега Алжас Кожахмет из Алматы на своей лекции попытался... Выступил, что ли, в роли такого ответчика со стороны левых активистов. Лекция была построена на ответах на наиболее часто задаваемые вопросы по отношению к людям, которые придерживаются левых или марксистских людей. Кто же был своего рода? Сегодня моя лекция, которая называется «Культурный гегемоний». Собственно, она будет посвящена рассказу, это будет рассказ, наверное, о обучении такого итальянского теоретика-коммуниста Антонио Грамши. Ну, я постепенно подойду к Грамши, а начну... Хотел бы я начать немного с того контекста, в котором не только эта лекция читается, а вообще проходит наш ликбез. Я не знаю, спорным вам покажется это утверждение или бесспорным, но мне кажется, что сейчас мы все переживаем интересную и даже, может быть, в какой-то степени замечательную эпоху политизации. Историю, история, да, это не только, как бы, или даже, может быть, и не столько, это набор фактов, событий и имен. Очень часто история запечатлевается в нашем сознании как образ. Я думаю, что, допустим, 2011 год, да и, собственно, это время, образом этого времени станет протест. В принципе, не то, что станет. Например, там, журнал Time, собственно, признал коллективный образ протестующего человеком года, да. То есть история в наше время творится гораздо быстрее, чем раньше, да. То есть вот этот образ протестующего, политизирующегося субъекта, выходящего на улицу, это образ того времени, в котором мы живем. Вы знаете, если еще два года назад говорить о политизации было, скажу, модно, да, но об этом говорилось даже с неким отчаянием, да. Активисты или политически органированные художники могли только мечтать о том, когда общество начнет политизироваться. Через год наиболее прогрессивные, проницательные исследователи говорили о том, что политизация в ближайшее время станет тенденцией. Ну а сегодня я думаю, что в принципе о том, что политизация есть тенденция в наше время, этот тезис уже оспаривать очень сложно. Это очень интересно говорить здесь, в Ишкеке, потому что в 2010 году, когда здесь случилась революция, я был в Москве и, собственно, я должен был приехать в Ишкек, не на революцию, конечно, а на другое событие, которое должно было состояться в то же самое время. Я, к сожалению, не смог приехать, потому что я сломал ногу и лежал в больнице. И я помню то, какие чувства я испытывал, находясь в Москве. Чувство безумного восторга, с одной стороны, и горечи, что я нахожусь не здесь. И это ощущение по поводу того, что происходило в Ишкеке в 2010 году, на самом деле, было не только моим, его разделяли очень многие люди, люди, которые жили в Москве, потому что они видели события в Ишкеке, как что-то для Москвы, на самом деле, недостижимое на тот момент, как некий пик политической активности и самоорганизованности людей. Опять-таки, пытаясь подтвердить свой тезис о политизации, я основываюсь на своем московском опыте, просто потому что последние два года до Ишкека я жил там, мне легче всего апеллировать к нему. С 2009 до конца первой половины 2011 года Москва был безумно скучным городом, а политичность которого просто поражала. Даже по сравнению, например, как ни странно это звучит, с Душанбе, в котором я жил до этого, какой-то несколько другой спектр, но он не был политичным, потому что чувствовалось, что какая-то история там происходит. Бэкграунд гражданской войны, постоянная радикализация религии, усиливающаяся цензура и так далее, все эти явления, они все-таки создавали некий, не совсем приятный, но все-таки фонд. В Москве этого фонда не было никакого. Казалось, что все действительно, время остановилось, конец истории наступил, и мы все живем в раю потребления, удовлетворения своих потребностей, и все замечательно на самом деле. И только несколько полубезумных активистов ходят и сокрушаются по поводу того, что, боже мой, какие же вы все слепые, и не видите того, к чему мы идем. И эта ситуация изменилась кардинальным образом буквально во второй половине 2011 года, и она продолжает изменяться сейчас. И мы можем по-разному относиться к тому, что происходит на таком формальном уровне сейчас в Москве, к тому, к чему это приведет, тоже непонятно. Но это только, как я говорил, это образ, да, он включает в себя все, но это все-таки некая поверхность политизации. Потому что на самом деле, глубинный смысл политизации заключается не только в том, что люди выходят на улицу, да, и то, что они начинают протестовать. Политизация в ее более глубинном смысле означает то, что начинают проясняться политические позиции. Начинает выкристаллизовываться политический спектр. Например, даже, ну, опять-таки возьмем российский пример. Правящая партия – Единая Россия. То есть это, собственно, аполитичное название. Непонятно, к какой части политического спектра относится Единая Россия. Правая – это партия, левая – это партия. В ее названии это никаким образом не зафиксировано. Некая Единая Россия. Это тоже некий образ деполитизации, который навязывался, собственно, правящей властью. Потому что она может принимать правые законы, а может пользоваться вполне себе левой популистской риторикой. Это очень удобно, да? Все хорошее против всего плохого. Да. Единственной партией, которая обозначает себя на российском политическом спектре как политическая партия – это коммунистическая партия Российской Федерации. Ну, понятно, что никто серьезно из думающих людей к этой партии не относится. Поэтому люди, на самом деле, не знали, что значит сегодня быть, например, левым. Также не знали, что значит быть правым. Потому что на этом поле играли одни и те же фигуры, вроде Жириновского, который должен, не знаю, потому что партия не называется либерально-демократическая, но это, собственно, канал правой риторики и правого дискурса, который направляется властью. Но события в Москве, эти демонстрации, которые происходили начиная с декабря, они очень четко обозначили существующий внесистемный, русское тоже слово из российского континента, внесистемный политический спектр. То есть люди увидели, что на эти митинги выходят как минимум три хорошо организованные и мощные колонны. Нейтральные, непонятные, либеральные, с белыми лентами. Правые, ультраправые, имперские, черно-желто-белые флаги. И очень мощные, хорошо организованные левые фланг этого протестного движения, которые включают новые левые движения, которые не представлены. Это не КПРФ, к которым примыкают хорошо организованные анархистские группы, феминистские, ЛГБТ. То есть очень сильный левый блок. Таким образом, политизация в ее долгосрочном, глубинном понимании означает то, что обозначаются политические позиции. То есть на самом деле важность не только вот этой карнавальности в Москве и, собственно, этого протеста, а именно осознанного выбора политической позиции, которые происходят на самом деле не только в России. Хороший пример, наверное, еще и Франция. Франция, в которой прошли выборы. И, опять-таки, проигравший кандидат Саркази, его партия тоже называлась какая-то там не единая Франция, а Франция вперед или народный. Да, что-то очень обтекаемое. То есть, кстати, за всеми этими обтекаемыми названиями стоят, собственно, неолиберальные силы. И во Франции происходит... Франция, мне кажется, обозначена, как и Россия, но только в России, пока это все еще не вне системы, то во Франции очень системы тоже обозначились очень четкие позиции. Побеждает социалист Франсуал Ланд. Но также очень важно то, что 20% голосов набирает ультраправый кандидат Мари Репен. Ну и леворадикальный кандидат тоже набирает довольно много голосов, 14%. Дело в том, что политизация слева и политизация справа, несмотря на то, что каждый из этих форм политизации представляет несколько иные этические и политические взгляды, на самом деле является выражением одного. Что, на самом деле, опять-таки, например, в России, мне кажется, еще не до конца понимаем. Эти протесты, они возникли не... Ну, как бы понятно, что они возникли не из воздуха, да, они есть результат экономического кризиса, который мы сейчас переживаем. Не просто экономического кризиса, а именно кризиса, который, не знаю, мне кажется, но я думаю, что в первую очередь не мне, а, опять-таки, экономистам, которым, кстати, не дают очень много возможностей высказываться в наиболее распространенных СМИ, это, собственно, кризис неолиберальной модели экономики, которая существовала, существует последние 30 лет. И противоречия этого кризиса, противоречия этого порядка, они становятся все более и более острыми, все более и более ощутимыми и выражают себя в виде этих протестов. Понятно, что, например, никто не видел, как бы никто не видел экономической основы в арабской весне, все видели только борьбу за демократию, что это, типа, просто протест против диктатуры, да, авторитарной власти, забывая о том, что в Тунисе все началось с самосожжения человека, который не мог найти себе денег на пропитание, да. То есть мы все время уходим от экономической основы этих протестов. В Москве либеральная оппозиция также постоянно говорит о том, что главный враг это Путин, это единая Россия, если мы уберем этот режим, все у нас будет хорошо, будет настоящая демократия и все будет замечательно. То есть это, как бы, тоже такой симптом, на мой взгляд, деполитизации, когда отсутствие четких политических позиций заставляет, как бы, людей выбирать образом протест, образом своего, ну, врага против того, против чего протестует некую персонифицированную фигуру, в данном случае Путина, да, то есть протест не против политики Путина, да, а против Путина самого, как персонажа, который, кажется, от которого, да, от которого все устали, от единой России, от этих серых и черных костюмов, от этих скучных чиновников, от их... Но на самом деле, как бы, происходит очень интересное событие, очень интересное событие в России, да, Путин приходит и подписывает ряд указов такого левопопулистского характера об решении проблем с жилья для военнослужащих, об увеличении среднего размера оплаты труда. Сегодня он подписал этот указ. Что там произойдет через год, будет подписан указ, отменяющий этот указ, никто об этом не узнает, да. А между тем, с 1 июля вступает в силу закон, который уже принят, подписан президентом, так называемый ФЗ-83, об автономных учреждениях, учреждениях, который фактически является первым фундаментальным очень большим шагом в сторону коммерциализации образования. И об этом никто не говорит, это не является частью протеста, да. То есть можно, вот именно в ситуации деполитизации, в ситуации, когда политические ориентиры и ценности не обозначены, можно пользоваться левопопулистской риторикой и в то же время продвигать таким полукилейным способом вполне себе неолиберальные ценности и отставить эти неолиберальные интересы. Вот что происходит. И пока, собственно, в России, как мне кажется, процесс осознания того, что не Путин есть проблема, или не только Путин, что только ее формальное отображение, он пока еще не наступил. Хотя мне кажется, что, например, во Франции в этом отношении мне кажется, что понимание больше. Именно поэтому побеждает левый кандидат, да, а не кандидат, например, справа. Хотя мне кажется, что, как я говорил, что политизация справа, я повторю эту фразу, которую я, наверное, здесь уже говорил. У Маркса есть такая фраза, что антисемитизм – это социализм для идиотов. То есть правый протест и усиление активности справа также имеют под собой экономическую природу, да. Эти люди также… и пен идут под теми же лозунгами, да. Сохраним нашу маленькую экономику, сохраним наши рабочие места, не дадим мигрантам их забрать, сохраним наши европейские ценности, которые были двигателем нашего прогресса. То есть просто осознанно, неосознанно, манипулятивно, не манипулятивно, но анализ причин, приводящих к данной ситуации, переводится с экономики на некие псевдопричины. И тем самым, как бы, накапливается это протестное настроение. Но, как бы, с точки зрения… Так скажем, такую топическую фразу. Тот, кто был правым, если, может быть, ему объяснить причину его проблем, может стать леным, да. В этом смысле политизация, которая сейчас происходит на обоих флангах политического спектра, конечно, стоит воспринимать исключительно положительно. И все это я говорил для того, сейчас возвращаясь в Бишкек, извините, из нашего турне во Францию и в Москву, возвращаясь в Бишкек, именно ощущение того, что мы сейчас переживаем этот период политизации, и ощущение того, что левые силы, которые в нашем пространстве долгое время были маргинальными, мы решили сделать этот ликбез-курс по марксизму. То есть, надеясь, что, собственно, само по себе время сделает этот курс интересным для очень многих людей. Как минимум, для того, чтобы понять, а что же требуют эти люди слева, в чем природа этих социальных требований. К сожалению, мне кажется, что это наше стремление не получило какого-то отклика здесь, в Бишкеке. Я повторюсь, что для меня это было моментом развеивания иллюзий, тех иллюзий, которые были у меня в Москве, и у моих каких-то товарищей, которые смотрели на Бишкек, как на оазис свободы, самоорганизации и будущей революции. То есть, это очень интересно, что за пределами Кыргызстана люди видели эти события в контексте глобального процесса, а здесь, в Кыргызстане, люди не видят эту революцию 2010 года в контексте этого большого процесса политизации, который происходит во всем мире. и как бы хотят отречься даже от него, так как это представляется мне сейчас. И мне кажется, что это неправильно, потому что само по себе это отражает как раз-таки эту логику, очень важную для того мира, в котором мы живем, логику центра и периферии. То есть, все, что происходит в центре, это важно и значимо, все, что происходит на периферии, это не важно и не значит. Хотя, арабская весна началась до Occupy Wall Street, и, ну просто, может быть, это были настолько масштабные события, что люди о них, что сегодня это на самом деле важно. А события в Кыргызстане, то есть люди сами отказываются присвоить себе тот источник политизации, тот источник политического бытия, который мог бы случиться. И мне кажется, что это может очень больно ударить по таким странам, как Кыргызстан и по Кыргызстану в частности, потому что, если этот процесс начался, значит он будет продолжаться. Но мы уже здесь, находясь здесь, уже не будут иметь контроля над этим процессом. И мы будем иметь дело с тем, что набирает обороты как бы за пределами того места, где мы живем. Это моя такая рефлексия по поводу того, что вот марксизм, политизация, все это вызывает в людях какое-то, ну если не явное раздражение, то хотя бы какое-то напряжение, да, то есть зачем вы говорите об этом, зачем вы говорите о политике, зачем вы говорите вообще, и вообще при чем здесь марксизм, да, сегодня. Но, я не знаю, как бы, мне казалось, хотел этим своим таким видением показать, показать, что это важно, что это знание, оно важно не просто абстрактно, не для просто какого-то ознакомления или для повышения своего культурного уровня, оно может стать вполне практически важным знанием. Во всяком случае, у меня есть такая надежда, я думаю, что в обозримом будущем мы это будем наблюдать. Да, вот как во Франции, например, посмотрим, получится ли Оланду осуществить свое предвыборное обещание ввести 70-процентный налог на доходы свыше 1 миллиона евро, да, вот это был бы очень социалистически правильный шаг. Вопрос, давайте вопросы в конце, если можно, записывайте, да, чтобы потом была у нас дискуссия. Итак, я хочу сказать несколько слов о Грамше, о котором мы будем сегодня говорить, или во всяком случае, на котором мы будем ссылаться. Ну, Грамше это итальянский коммунист и теоретик, который прожил недолгую и на самом деле трагичную жизнь. Он около 10 лет, фактически, он провел в фашистской тюрьме, он умер в 1337 году. И основной корпус его трудов составляет так называемые тюремные тетради. Собственно, те записи, которые он вел, находясь в тюрьме. Это довольно объемный труд, не систематизированный, потому что это, собственно, ну, вот, представьте, писать в тюрьме. Вот, но Грамше обладал, наверное, уникальной проницательностью, если я себе позволю, такие, может быть, аналогии, наверное, относятся к тому же типу теоретиков или философов, которые появились в начале XX века, таких, как Ницше, таких, как Венемин, то есть людей, которые не были интегрированы в официальные академические структуры. Сам, как бы, Грамше вводит такой термин органических интеллектуалов, то есть людей, вырастающих из среды, хотя, как бы, конечно, Ницше и Венемин, это несколько иной случаев, но в том смысле, что они не были профессиональными философами или профессиональными теоретиками, не пытались сделать или построить профессиональную академическую карьеру, да, то есть это люди в какой-то степени маргиналы, да, и это оставляет след или отпечаток на том, как они работали, как они писали, да, то есть Грамше, это, безусловно, пример, на крайней степени демократизма в своем анализе, я еще попытаюсь об этом говорить. И почему мы, собственно, выбрали, ну, как бы, в логике, там, марксистского ликбеза, почему выбрали говорить о Грамше, да, в принципе, почему я говорю о Грамше, потому что, на самом деле, как Грамше проходит у нас по цеху политической философии, политическая философия не является какой-то областью моего знания, но, наверное, потому что, во-первых, надо, наверное, нам хотелось показать несколько, как бы, многообразия марксизма, понимаете, что сделать это, или марксизму, да, сделать это в рамках трех лекций, ну, очень сложно, а Грамше – это очень значительная фигура для того, что называли новым марксизмом, или новыми левыми, то есть тех течений левой марксистской мысли, которые развивались в 60-х годах, как бы, его тетради стали известны, широко известны именно в 60-х годах, потому что его жена, она была советской гражданкой, вывезла их в Советский Союз, они находились там до 50-х годов, только потом попали в Италию, где с ними начали работать редакторы, готовя их публикации. Вот. И еще потому что Грамше – это тот теоретик, который предлагает нам несколько иновидностей, ну, как бы, вот, отвечал на эти вопросы, в том числе и Алжас, марксизм обвиняет в неком экономическом редакционизме, в экономизме, в приоритете экономики и базиса над всем остальным. Грамше – это один из тех марксистских философов, для которого это соотношение было, скажем так, гораздо более сложным, нежели чем оно проблематизировалось, например, у самого Маркса, да, то есть соотношение базиса и надстройки. И, собственно, надстройочные процессы интересовали Грамше больше, чем то, что происходило в экономике. Вот, как бы, исходя из этих двух позиций, с одной стороны, мы хотели, как бы, включить Грамше вот в этот наш ликбез-курс. А с другой стороны, собственно, о культурной гегемонии разговор, наверное, очень уместен в той институции, в которой мы находимся, в штабе, потому что мы, по ничем счете, не политическая партия, не профсоюз, не какая-то политическая активистская группа. Мы, собственно, культурная институция, которая, наверное, в какой-то степени, может быть, и руководствуется тем, о чем писал Грамше, и поэтому это такой вот, может быть, расширенный даже комментарий к тому, почему и чем мы тут занимаемся. Итак, я уже позволил себе, как бы, говорить о таких, использовать несколько слов. Политизация, это и политизация, собственно, звание гегемонии. Что такое гегемония, да? Вот, собственно, об этом основном понятии Грамше мы сегодня будем говорить. Я думаю, что все знакомы со словом гегемон, да? То есть это правитель, это гегемония, это доминирование, да? Это термин марксистский, у него есть определенная генеалогия, я не буду сейчас на ней подробно останавливаться, потому что, собственно, сейчас гегемонию мы знаем именно так, как о ней говорил Грамше, да? Это гегемония определенной идеологии, философии, определенного ценностного аппарата над жизнью общества. И из чего, как бы, он начал развивать свою теорию? Из критики русской революции, можно сказать так. Из своеобразной критики, да? Которым, опять-таки, в глубину этого вопроса, я тоже не буду удаляться. Но, скажем так, для Грамше, вот в этих его тюремных тетрадях, существует один принципиальный момент. Он разделяет Восток и Запад. Под Востоком он понимает Россию и все, что произошло там. И осмысливая русскую революцию, он, как бы, полностью поддерживая действия большевиков, говорит о том, что в России все произошло относительно просто. Большевики пришли, заняли, там, завоевали государственную власть и начали устанавливать диктатуру пролетариата, да? И он приходит к мнению, что на Западе такой тип революции был бы невозможен. Я сейчас, как бы, умышленно оставляю за рамками нашего разговора критику русской революции со стороны меньшевиков, со стороны Каутского, со стороны, как бы, других левых сил, да? То есть, тот тип революционной борьбы, который был осуществлен в России, по мнению Грамши, был бы невозможен на Западе. Тут для него является таким ключевым вопросом понятие гражданского общества. Вот все мы знаем гражданское общество, да? Это очень популярная в Кыргызстане концепция, да? Которая, конечно, является либеральной. В таком вот либеральном определении, что такое гражданское общество? Это институты, отделенные от государства. То есть, есть государства, есть институты, которые от государства отделены. Но на самом деле они взаимодействуют, сотрудничают. Но вот гражданское общество – это территория свободы личности, свободы слова, при всех возможных свободах, да? И чем больше гражданского общества, тем лучше. Грамши предлагает несколько иной взгляд на гражданское общество. Он вводит его в левый дискурс гражданского общества из либерального. Но он понимает гражданское общество не как отделенное от государства, а как соединенное с государством, как неотъемлемую часть государства. У него есть такой термин – интегральное государство. То есть, интегральное государство это государство, совмещающее в себе государство как аппарат управления или аппарат власти и гражданское общество. То есть, только те государства считаются развитыми по Грамши, в которых есть развитое гражданское общество и, собственно, есть это интегральное государство. И понятно, что Грамши, его понимание гражданского общества гораздо шире, чем институты. Гражданское общество у Грамши, например, включает такое понятие, как здравый смысл. Интересно поговорить о здравом смысле. Мы всем знакомы это выражение. Мы все руководствуемся здравым смыслом. Это противоречит здравому смыслу. Это же здравый смысл, как ты можешь поступать иначе. В среде, скажем так, интеллектуальной, культурной, образованной, здравый смысл требует критики, что здравый смысл противоречит критическому мышлению. Опять-таки, Грамши, у него более сложный подход к здравому смыслу. Здравый смысл, во-первых, он неизбежен. Мы все руководствуемся здравым смыслом или обыденным сознанием, кем бы мы ни были. Во-вторых, здравый смысл не есть насквозь реакционный и нерефлексивный. Грамши считал, что каждый человек философ, каждый человек художник или каждый человек ученый. И здравый смысл, он называл это философским фольклором. То есть, в здравом смысле, в некой системе взглядов, которая вырабатывается самим, условно, простым народом, также содержатся очень важные мысли и послания, которые, однако, не всегда могут быть доминирующими. И, собственно, понятие гегемонии, оно заключается в том, кто, какая сила осуществляет гегемонию над гражданским обществом, включая его институты, и над здравым смыслом. То есть, это несколько иная логика. Нам нужно разрушить здравый смысл, заставить человека думать критическим. А Грамши говорит об этом по-другому. Нет. Разрушить здравый смысл, в принципе, невозможно. Здравый смысл будет существовать всегда. Нужно установить гегемонию над здравым смыслом. Это очень сильно отвечает Грамши, например, пафос трудов которого, ну, можно, наверное, в какой-то степени соотнести, например, с пониманием власти Фуко и вообще с постструктуралистской мыслью. Но есть одно важное исключение. Для Фуко важен выбор для марксиста, да, и для убежденного коммуниста. То есть, не здравый смысл, зло само по себе, да, а то, а важно то, кто контролирует этот здравый смысл. Чья гегемония установлена над здравым смыслом. Вы знаете, это же на самом деле очень важно. Вот если абстрагироваться, перейти, например, к примеру, да. Я вот, что значит здравый смысл? Здравый смысл это не только посмотреть на небо перед выходом из дома и понять, там, взять тебе зонтик или не взять, да. Это какой-то здравый смысл, вот, какого-то совсем базового уровня. Но как, например, здравый смысл являет себя, ну, в более сложных ситуациях, но при этом все равно осуществляем их нами безотчетно. Вот, собственно, вот моя коллега Асель рассказывала о том, что ее 11-летний сын собирался на день рождения. И одноклассники решили подарить своему другу, 11-летнему мальчику, деньги. Вполне себе здравое решение, казалось бы, да, подарить, подарить деньги. Это же хорошо, не нужно человеку нести какой-то, во-первых, не нужно заморачиваться, да, не нужно что-то искать. А во-вторых, сказал бы кто-нибудь, это же еще есть выражение свободы. Вот подаришь ты ему что-то, ему это не нравится или он этого не хочет, а так ты ему даешь деньги. И человек, как свободная личность, может сам себе что-то купить, осуществить свой выбор, да. Собственно, это и есть пример функционирования здравого смысла и гегемонии определенных ценностей. Потому что я вспоминаю свое детство и очень четко помню, что в моем детстве дарить деньги считалось не комильфо. Это считалось очень плохо, это расценивалось как недостаточное внимание, как желание отвязаться от человека. Собственно, вот на этом маленьком примере обыденного сознания, обыденной ситуации мы видим противоборство, собственно, ценностных и идеологических систем, да. Одна утверждающая необходимость нивелировать присутствие денег в личностных отношениях, да. Другая утверждающая, что деньги, собственно, важны и более того, вот нужно так сделать. Уже, кстати, буквально с молодых ногтей, с 11 лет нужно дарить другому человеку деньги. То есть, вот именно борьбу за подобную, за установление подобных ценностей, за функционирование здравого смысла в подобных ситуациях выступал Грамш. Потому что у Барта есть одно однозначное определение, ну, он дает много определений мифа. Миф – это, в первую очередь, слово, да. У него есть однозначное определение мифа. Миф – это деполитизированное слово. То есть, на самом деле, возвращаясь к этому противоположности, политизация, деполитизация, да. Нам кажется, что мы существуем вне политики, что политика может как бы существовать параллельно нашей жизни, да. И на самом деле, очень многие люди живут с убежденностью в этом. И говорят, что, ну, вот, наконец-то мы живем в мире, в стране, в которой нету идеологии, нету политизации, не нужно ни на какие сходить политсобрания, или не нужно слушать политинформацию, нет больше этого, мир трудмай, партия нас ведет куда-то и так далее, да. А как бы мы существуем в мире без политики. Что можно противопоставить деполитизированному слову? Только политизированное слово, да, только слово, которое не прячется, не стремится себя вывернуть наизнанку, не стремится быть чем-то другим, да. И вот по Барту, как бы, собственно, революция есть такое слово, что революция, когда она говорит, что она революция, она и есть революция, да. Они тогда, когда буржуазные идеологи или капитализм говорят, что это благо для всего человечества, что это свобода, что это демократия и так далее, и так далее. И дело в том, что вот это вот понимание, вот это вот деполитизированный миф, да, производимый буржуазной идеологией, это и есть наш здравый смысл. Это и есть наш здравый смысл, которым мы пользуемся. Здравый смысл это действительно зона комфорта. Это зона комфорта, из которой нельзя выйти. И она парализует не только нашу политическую активность, парализует не только наши какие-то человеческие потенции, она, например, парализует наше воображение. Мне очень нравится, когда-то мне очень зацепила фраза Жижека о том, что мы живем в таком обществе, которое может представить все. Нападение с Марса, я не знаю, нашествие, взрыв земного ядра внутри планеты. Перелет инопланетян. Да, путешествие сквозь, это один из последних фантастических фильмов, которые я видел, путешествие сквозь земную гору к этому ядру, чтобы его взорвать и поставить на место. Человечество может представить себе все, не может оно представить себе только одно, что будут отменены деньги, частная собственность и исчезнет капитализм. В последние 30 лет, наверное, нет ни одного фантастического, топического произведения, которое бы рисовало нам иной образ, иной образ жизни. То есть, вот оно как бы, то, как распространяет себя, распространяет себя здравый смысл. И, собственно, любая политизация начинается именно тогда, политизация, опять-таки, возвращаясь к такому серьезному, глубинному смыслу, это тогда, когда ты против... Почему сегодня так сложно быть политизированным? Потому что сегодня быть политизированным значит противопоставить себя не какой-то идеологии, противопоставить себя здравому смыслу. Вот в чем, как бы, ужас того времени, в котором мы живем. Потому что мне всегда приходит в голову такой пример, пример с советскими нон-конформистами, с художниками, которые жили в советское время, хотели быть диссидентами. Эти люди противопоставляли себя идеологии. Скажем, не будем брать сталинское время, 37-й год и так далее, и так далее. Возьмем там, после, хрущевскую оттепель и дальше. Вы искренне ненавидите коммунизм, вы искренне ненавидите портократов, и вы не хотите участвовать в этой системе, в ее воспроизводстве. Вы не хотите работать на эту систему, вы не хотите с ней соприкасаться. Что вы можете сделать? Вы не работаете. Не работать вы не можете, потому что есть закон от униянства. Хорошо, что вы делаете? Вы идете, устраиваетесь сторожем, дворником, кочеганом. Вы получаете 100 рублей, и 120 рублей, минимальная заработная плата в Советском Союзе. Да, возможно, вам дадут какую-то коморку, а может быть у ваших родителей или у ваших родственников есть уже квартира, которую вы получили. Вы, в принципе, можете завести детей, потому что медицина бесплатна, образование бесплатно. Вы, в принципе, можете не напрягаться на этой работе дворником или кочегаром, и у вас остается куча времени, чтобы писать статьи в сам издатовский журнал, писать книгу, сочинять музыку, ну и кушать, ну там, на булку с кефиром, там, не знаю, на мясо, за ваших 120 рублей хватит. То есть, вы маргинал, да, маргинал, вот в той системе, да, вы не строите себе карьеру, вы не включены в какие-то процессы, на вас могут косо смотреть. Но теперь представьте маргинал, степень маргинализации человека, который хочет противопоставить себя капиталистическому и здравому смыслу. Сейчас. Сейчас. Который хочет исключить себя из ценности конкуренции, из ценности стяжательства. А представьте человека, который, может быть, не в Кыргызстане, представьте человека, который хочет исключить себя из системы поддержки институтов капитализма. Я не знаю, можно ли в Кыргызстане существовать, не имея банковского счета. Можно? Можно. Неудачный пример. Нет, это удачный пример. Да, в Кыргызстане. Это как раз таки показывает, почему в Кыргызстане, почему нам здесь так сложно говорить о маргинализме. Потому что все противоречия капитализма здесь еще не проявлены в явной степени. Но если вы живете в Америке, вы не можете жить без банковского счета. Потому что если вы живете без банковского счета, вы маргинал. Вы не можете, не то, что у вас там страховки нет, вы не можете там лечение получить. Даже, то есть, даже если вы хотите заплатить наличные деньги, у вас нигде не примут. Не примут. То есть, вы не сможете просто получить доступ ни образования, ни здравоохранения. Потому что вы просто не можете прийти и заплатить деньги в конверте. Или там получить... Есть кредит. И без кредита. Невозможно. То есть, ну, сравнимо это с жизнью советского диссидента, противопоставлявшего себя идеологии. Нет, да? То есть, сегодня, чтобы противоставляться... Ты не противоставляешь себе идеологии капиталистической или буржуазной. Ты просто отщепенец, который противоставляет себя здравому смыслу. Тому, как нужно жить. Так что... Да, не знаю, была ли убедительна моя речь по поводу того, что, собственно, мы не живем в никакой де-идеологизи. И в пост-идеологическое время мы просто живем в то время, в котором идеология есть правый смысл. Мы все его принимаем. Я сейчас хотел попросить Бермет помочь мне включить. Чтобы вас немножко развлечь. Я бы хотел вам показать мультик, который мы здесь придумали. Автор Джошик Мурзахметов, который делает нам такие анимационные комментарии к лекциям. Анимационные комментарии к лекциям. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я уже говорил, гражданское общество включает в себя здравый смысл Очень важно для Грамши была система образования Система образования тоже есть часть гражданского общества За гегемонию, над которой необходимо бороться Это очень важно, потому что большая часть, понятно, что особенно школьное образование имеет очень большое значение И то, какие ценности будут в этой системе транслироваться, очень важно Например, опять я сейчас, ну как бы, попытаемся подорвать опять-таки здравый смысл, да, который нам говорит Ну конечно, нам говорят люди Зачем нам бесплатное образование? Потому что люди, некоторые хотят учиться, некоторые не хотят учиться У некоторых есть деньги, у некоторых нет Нужно сделать так, чтобы образование было платным, чтобы было больше частных школ Тогда те, кто хочет учиться, они будут учиться А те, кто не хочет, ну, минимум какой-то будет И на том хорошо Может быть, как бы я сейчас утрирую, но на самом деле Ситуация, опять, я сейчас сошлюсь, например, в России, с которой я тоже более-менее знаком У меня упоминал уже ФСЗ-83, да Что происходит? Происходит обратный процесс, да После распада Советского Союза Коммунистическая система прекратила свое существование Прекратила существование плановая экономика Экономика стала рыночной Но надстройка во многом продолжала Не, не во многом, а очень во многом Продолжала оставаться социалистически, социалистически ориентированной Вот нам иногда говорят, вот надо победить Совок во всем, да И вот, собственно, в том числе в образовании Какое у нас Совковское образование, да Образование, которое, я помню, например Как, ну, допустим, я считаю, что я получил, ну, практически советское образование по инерции, да То есть оно еще не успело измениться, не успело еще претерпеть все изменения И теперь, как бы, глядя назад, я понимаю, что я очень благодарен этому своему советскому образованию Которое, положим, было не самым лучшим примером этого советского образования Я в университете учился на лингвиста-переводчика И я помню, как многие мои однокурсники всегда говорят Ой, зачем нам эта философия? Общая философия Зачем нам эта социология? Зачем нам теория грамматики? Мы пришли сюда Выучить английский язык Стать переводчиками Приходить на работу Переводить Мы должны выучить английский язык Очень качественно Нас должны научить только одному Переводить Вся эта, вся эта бла-бла-бла Социология, теория грамматики Вообще все это зачем нужно? И при этом Вот-вот весь этот совковский вуз Нету специализации Нету глубинного погружения Погружения в специальность Мне было это тогда уже абсолютно дико Потому что все-таки Как бы, да Вот это вот советское В данном случае даже, я бы сказал Социалистическая инерция В образовании сохранялась Были педагоги и преподаватели Которые всегда говорили Что вы пришли в вуз Не для того, чтобы получить специальность А для того, чтобы стать интеллигентом Ну, скажем так Романтическая Романтический, может быть, извод Да, интеллигентности То есть Да, действительно Стать тем Авангардом Скажем Рабочего класса Который должен Должен двигать Двигать его вперед И именно потому, что Обучаясь лингвистике Я В обязательном порядке Посещал курсы По литературе Философии Социологии Изучил теорию Грамматики И так далее И все теористические дисциплины Которые были Практически Никому не нужны Потому что все стремились Работать переводчиками Я могу сейчас здесь Говорить о громши А не сидеть дома И переводить какой-нибудь Скучный отчет ООН О ситуации Не знаю Где В Кыргызстане Да Или где-то еще То есть Специализация образования Превращение его в товар В соответствии с системой Образования Рынку Труда Да Это собственно Есть Та же самая борьба За гегемонию Которую образование Проигрывает Например в России Где происходит сейчас Переход на болонскую Систему И здесь тоже Ну например В среднем образовании Кстати своей Как бы в школе Я тоже благодарен Потому что она тоже была такая Общее Все обо всем Без всякой Какой-то особой специализации И вот После того Как будет принят Этот закон Школы будут иметь Право Вводить платные услуги На образование В России То есть Будет некий Определен Минимум Или стандарт Все что сверх Этого минимума Или стандарта Должно Собственно Каким-то образом Оплачиваться И вот Первый предмет Который уже Может быть не в этом Но в следующем году Не попадет в стандарт Это астрономия Ну как бы Зачем людям астрономия Астрономия Можно самим почитать А кто хочет Пусть заплатят То есть понятно Что Как бы С одной стороны Есть очень важная Экономическая составляющая Действительно Сколько люди будут платить Будет это 100 долларов в месяц Будет это 300 долларов в месяц Потому что говорят О таком диапазоне Коммерциализации От 3 до 10 тысяч рублей То есть от 100 до 300 долларов В месяц Может быть Он будет даже Не таким существенным Важно в том Что Собственно Капиталистическая логика Неравенства Которой школа Всегда Пусть даже Не всегда Успешно Сопротивлялась Теперь входит туда Официально То есть Ну Что это значит На обыденном уровне Это значит Что приходит ребенок И говорит Мама я хочу Записаться В кружок по астрономии На занятия по астрономии Это стоит Тысячу рублей И если ребенку Ты говоришь Что нет У тебя Ну У нас нету Тысячи рублей Ты лично Ты не пойдешь На астрономию Да Но Паша же идет Да То есть Все Этот механизм Начал Своё воспроизводство Вот мы назвали Эту нашу Кинопрограмму Которая происходит В этот месяц Эстетика неравенства Этика капитализма Да То есть Там где мы Должны были бороться За те зоны Чтобы этой логики Не было Чтобы эта этика Там не воспроизводилась Она туда приходит То есть Фактически Сейчас Переходя к терминологии Грамши Можно сказать Что Мы проигрываем Позиционную Позиционную войну Хотя как бы Все было даже На нашей стороне Действительно Грамши Вводят такие Заимствуют Из Из военной Теории Такие понятия Как маневренная И позиционная Война За гегемотами Под маневренной Войной Он понимал Собственно Например Октябрьскую Революцию В России То есть Маневренная Война Большое количество Сил Мобилизация Захват Власти И он говорил Что маневренная Война Не Как бы Не может Как я уже говорил Не может Увенчаться Успехом В Развитых Странах В которых Гражданское Общество Является Оборонительной Системой Правящего Класса Да То есть Да Можно захватить Власть Да Но поменять Изменить Сразу Здравый Смысл Изменить Систему Функционирования Институтов Да Например Действительно Очень хороший Пример Как ведется Эта позиционная Война Со стороны Капитала Да Вот Путин Приходит Налево Популистской Риторики И при этом Вступает В силу Этот Неолиберальный Закон Об образовании То есть Можно сказать Что Путина Можно убрать Да Сможем ли мы Потом Так же Просто убрать Этот Федеральный Закон Как бы Можно ли Устранить Устранить Из нашей жизни Так же Просто Логику Комфорта Да Логику Потребления Да Я просто В принципе Как бы Такой Анонс Да Собственно Как бы Об отчуждении Да И о компенсации Потреблением Я Собираюсь Говорить Дальше На своих Лекциях Но в принципе Об этом Можно сказать Да Что В нашем Обществе Возгонка Отчуждения Она Она постоянно И постоянно Постоянно Усиливается Да И как противовес Ей Всегда нам Предоставляется Все более и более Разнообразное Потребление Которое должно Компенсировать То есть Насколько легко Можно изменить Эту систему Эту сложную Противоречивую Систему Самой Надстройки Изменив Только Скажем Базу Захватив Власть Государство Вот Как бы О чем Это Такая Существенная Мысль Грамши Да О том Что Чтобы Осуществить Революцию Чтобы В конечном Счете Выиграть Основной Бой В маневренной Войне Необходимо Вести Войну Позиционную То есть Постоянную Войну За установление Своей повестки И своих Ценностей В Как я говорил Да Сегодня Выражаясь Современным Языком Нужно Окупировать Школу Нужно Окупировать Бога Нужно Окупировать Патриотизм Все что угодно Все то что Питает Правые И Капиталистические Ценности Необходимо Поставить На службу То есть Присвоить Себе Да Эта Мысль Грамши Она оказалась Очень продуктивной Она очень вдохновила Очень многих Левых Которые жили В эпоху Велфер Стейт На западе Когда действительно Экономические Противоречия Были сведены К минимуму И поэтому Действительно Людям казалось Что Вот Мы Установим Свои Ценности И все Будет Хорошо Причем Прости Может стоит Назвать Что это за Эпоха То есть Переизг Да Ну то есть Сразу Послевоенная Эпоха До 70-х Годов До Прихода К власти Тори В Великобритании Рейгана В Америке Когда совершилась Неолиберальная Фактически Неолиберальная Революция К кризису Которой Или вернее В кризисе Которой Мы сейчас Находимся То есть Это было Как бы Я читал Вспоминания Одной художницы Британской Феминистической Которая говорила О том Что да Мы жили Присоциализм В В конце 60-х Годов В Великобритании То есть Это система Государственной Поддержки Культуры Образования Это Социальные Пособия По безработице Это Максимально Лояльность Защищающая Интересы И права Наемного Работника Трудовое Законодательство В общем Это фактически Это действительно Социализм Частное Собственность Национализированная Добывающая Промышленность Национализированный Транспорт В Великобритании То есть Вот Это Такое Благополучие Оно Наверное Обеспечило Очень большой успех Взглядом Грамши Которые разделяли Очень многие Новые Левые Что действительно Нужно бороться За академию Нужно бороться За школу Нужно бороться За здравый Смысл А экономическую Благополучие Можно Оставить На самом деле Все Более Или менее Нормально На самом деле Как бы Есть Ну просто Самому Грамши Который Был все таки Сидно Был убежденным Коммунистом Есть например Такая теория Которая выводится Из его учения Называется Агонизм Это Шантальмуф Один из авторов Такой Бостмарксизм Это противоположность Антагонизму Агонизм Это некая Соревновательность Которая Предполагает Не уничтожение Противника Оппонента А наличие Оппонента Постоянно То есть нам Нужны постоянно То есть мы должны Эту позиционную Войну Или пассивную Революцию Еще один термин Вести постоянно С постоянным Противником И в этом Есть залог Как бы Собственно Нашего существования Это как Конечно Отрицательный Пример Извода Грамшианской Теории Потому что Еще раз повторюсь Грамшиан Действительно Верил в то Что Позиционная Война Это подготовка Подготовка К войне Маневренной Для того чтобы Сделать Маневренную Войну Битву Последнюю Битву Успешной Чтобы утвердить В ней победу Необходимо Ее Подготовить И собственно Конечно Как бы Вот это Неолиберальная Революция Которая Случилась Революция В кавычках Неолиберальная Революция Которая Случилась В 70-х Годах И собственно Как бы Итогом Этой же Неолиберальной Истерии В Великобритании И в Америке Стал Крах Советского Союза Который Несмотря На то Что Я не разделяю Никакой Ностальгии По Советскому Союзу Но Если Смотреть Как бы Всемирно Исторически Это поражение Было Действительно Большим поражением Поражением Вообще Левого Движения Левой мысли Социализма Которая Позволила Таким Идеологам И теоретикам Капитал Как Фрэнсис Пухаяма Объявить О конце Истории На самом Деле Ведь Действительно Вот этот Протест Против Против Идеологии Он Сменился Торжеством Здравого смысла Частной Жизни Не только В России Не только На постсоветском пространстве Во всем Советском блоке В Восточной Европе И в Европе Западной Для которой Советский Союз Может быть Был каким-то Таким Символом Того Что все-таки Альтернатива Возможна Не такая Как там Не такая Как в Советском Союзе У нас будет Лучше Но само Существование Советского Союза Само существование Некапиталистической Небуржуазной Экономики Это был Сильный стимул Для того Чтобы все-таки Продолжать бороться И затем Мы погрузились Вот в это Ну условно Скажем Двадцатилетие Двадцатилетие Конца истории Который Который Заканчивается Или уже даже Можно сказать Закончился Я возвращаюсь В первую часть Своей лекции Где я говорил О политизации И мне кажется Что на этом Новом витке Как ни странно Несмотря на то Что Это иллюзия О том Что можно Лишь борьбой За В сфере Общественного сознания Изменить Ситуацию Она как бы Опровергает Громши И сегодня Модно говорить О том Что нет Мы не можем Только полагаться На культурную Вести только борьбу За культурную гегемонию Мы должны вести Более радикальную борьбу И я с этим согласен Но в то же время Мы понимаем Что Эта радикальная борьба Не может вестись постоянно Что Все равно Произойдет Опять определенный Спад Протестного движения Что люди могут уйти С улиц Что понятно Что этот протест Он не будет Одномоментом Что он займет Годы То есть Например Мне кажется Что то что сегодня Происходит в России Свое завершение Получит Ну как Ну в течении Пяти лет Как минимум Завтра Путин Не уйдет Путин может Даже отработает Свой Первый Первый срок То есть Этот протест Он все равно Растянут во времени И Именно поэтому Грамши С его Непримиримой На самом деле Радикальной Борьбой За этическое За интеллектуальное Руководство Да И за В прямом смысле Можно сказать Насаждение Определенных ценностей Политизированных Да На присвоение Здравого смысла Мне кажется Делается вновь Актуальным Да То есть Что мы будем делать В промежутках Между протестной активностью Что мы будем делать Между Между тем Как мы будем Выходить на улицу Мы здесь не выходим Допустим Люди уходят Да Вот сегодня Что будут делать Например художники Я просто как бы Апеллирую к этому сообществу Которому сам принадлежу Художники Которые Сегодня на площадях Сегодня вместе С протестующими Но завтра Когда Протесты Схлынут Что Что будут делать Художники И писатели Они опять вернутся К написанию Своих Буржуазных Романчиков И Созданию Своих Произведений Больших И дорогих Инсталляций Которые Будут Хорошо Продаваться И выставляться В музеи То есть Они опять То есть Это будет Такое Спарадическое Метание От На волне Протеста Или же Или же Эти протесты Или же Эта политизация Которую Сейчас Которую Мы сейчас Переживаем Она Заставляет Нас И накладывает На нас Обязательства Выстраивать Совершенно Иную Стратегию Своей Жизни Своей Деятельности Даже Тогда Когда Этих Протестов Нет Это На самом деле Такой вопрос Который Может быть Стоит Обсудить Именно Уже В контексте Нашей Ситуации Здесь В Кыргызстане И в Центральной Азии Потому что Да Можно жить Без Счета В банке Можно жить Без кредитной Истории Можно пользоваться Наличными Деньгами Можно в принципе Никогда не сталкиваться С банком Потому что Есть родственники Которых ты можешь Занять Есть какие-то Механизмы Функционирования Но Например Принимается Трудовой кодекс Согласно которому Работника Могут Уволить За Систематические Опоздания На 5 минут Это здесь В Кыргызстане Да Как быть с этим Да Например Вот с таким Вопиющим Да Вопиющим Примером Как быть с Саманными Самозахваченными Постройками Поясом Вокруг Бишкека Как быть с Миллионом Мигрантов Которые Выезжают Из Кыргызстана Потому что Здесь нет Работы И которые Оказываются Абсолютно Маргинализированными Как здесь И как там Да То есть Это сейчас Вопрос Собственно К Интеллигенции Да К К Тому Социальному Слою Который Грамши Которому Грамши Уделял Он Пытался Представить Слой Интеллигенции Очень Важное Значение Как Одной Из Авангардных Сил По Установлению По Установлению Гегемонии Да То есть Этот Вопрос Для Меня Например На Примере Опять-таки Кыргызстана Иногда Является Просто Удивительным Когда Люди Живут В катастрофических Социальных Условиях Интеллигенты Я даже Сейчас Говорю Не о Советской Уже Полностью Маргинализированной Деморализированной Интеллигенции Типа Учителей Врачей Инженеров И так далее Да Этих Люди Мы вообще Как-то Не замечаем Как они Живут К какому Классу Они относятся Средний Это класс Не средний Это класс Кто Эти Люди А Типа К тому Тех Тех Кого Принято Называть С Прицогиванием Языком Креативный Класс Люди Которые Красиво Одеваются Любят Ходить В кафе Которые Считают Себя Производителями Нет И про себя В том числе Образов Смыслов Ну я не знаю Говорят ли здесь Что они являются Производителями Образов И смыслов Не знаю Но на самом деле Это люди Которые Зарабатывают Может быть Не больше Чем трудовой Мигрант В Москве И структура Труда Этих людей Мало чем Отличается От работы Трудовой Мигрант Просто Трудовой Мигрант Это не престижно А фрилансер Это престижно Хотя по большому Вот собственно Где должна быть Борьба идеологии Хотя в принципе Это одно и то же Это я стою на улице Говорю Возьмите меня на работу Дайте мне заработать На кусок хлеба Кусок хлеба Отличается Да Да Только да Не на пятачке А через фейсбук Да И кусок хлеба Отличается Да Фрилансер Да Может там Есть Какие-нибудь Пельмени Себе варить Но Обязательно Сходит в кафе Ванилу Скай А мигрант Тоже будет варить Себе какие-нибудь Пельмени Три дня подряд Но будет откладывать Деньги Чтобы отправить Своей семье Да То есть На самом деле Экономическое положение Экономическое положение Фрилансеров И трудовых мигрантов Мало чем отвечается Но трудовых мигрант Будучи задавленным Своими условиями Не имеет Порой И зачастую Хотя Не всегда На самом деле У меня был Замечательный разговор С одним из Тех людей Которые ездят В Россию В самолете Который говорил Гораздо более умные И значимые вещи Чем я зачастую Слышу от художников И не знаю От креативного класса То есть У этих людей Просто нет Действительно Физической возможности Иногда Оценивать Свои экономические условия Потому что Они живут В катастрофических Социальных Социальных условиях Экономических В условиях Сверхэксплуатации А у фрилансеров Которые тоже Живут в условиях Сверхэксплуатации В таких же Катастрофических Экономических условиях Снимают квартиру На 3-4 человека Где-нибудь В отдаленном районе И так далее И при том Что специфика Их работы Это все-таки Это производство Образов Производство Смыслов То есть Это изначально Критичная работа Не предполагает Анализа Своего экономического Положения И более того Мы видим Такой парадокс Когда эти люди Являются Носителями Выразителями И активными борцами За неулиберальные Или там В своем крайнем Изводе Либертарианские Ценности То есть Представьте себе Нищего журналиста Живущего В съемной Квартире Где-то На задворках Бишкека С 50 сомами В кармане Отстаивающего Идеи Либерального Экономического Устройства В котором есть Богатые И бедные Да Для меня Это парадокс Я до сих пор Не могу До конца Осмыслить То есть Даже со всем Теоретическим аппаратом Который мне знаком Понимая Зная о том Что идеология Ложное сознание Превращенные структуры Миф и так далее И так далее Мне непонятно Как Как живя В таких условиях Можно Отстаивать Этот существующий порядок Вернее У меня есть предпосылки На самом деле Они связаны с тем Что здесь В Кыргызстане Мы действительно Не наблюдаем Острых противоречий Острых противоречий Капиталистической системы Потому что Не наблюдаем Широко То есть Они есть Они явны Но для этого Действительно Нужно посмотреть Не на свой Ближайший круг А посмотреть На людей Которые Живут в трущевах Чтобы понять Что эти люди Каждодневно Сталкиваются С ситуацией Когда они видят То что им Никогда не будет доступно Собственно Фрилансеру В Бишкеке Из всех Возможностей потребления Потенциально Доступно все Он примерно Может знать Что он может Позволить себе Да он может быть Сейчас питается У какого нибудь Бегемоти Но потенциально Поработает Пару-тройку Месяцев Подкоплю Схожу В ресторан В гостинице Хаят Или в этот В Беладжо То есть потенциально Это человеку доступно То есть человек Может Выстраивать себе Некую логику Да Ну все доступно Всем людям Вокруг меня Тоже все доступно То есть нету Сфер богатства А сфер бедности Она не видна Она не видна В этом круге Но если вы живете Скажем Не в Кыргызстане Скажем Опять таки В Москве То В каком бы Круге вы ни жили У вас всегда Будет образ того Что вам Никогда не доступно То есть Вы можете думать Что вам доступна Однокомнатная квартира Через Десять лет В каком нибудь Бутово Это вы можете Сюда представить А то что вам Будет доступна Квартира В каком нибудь Там в доме На набережной Скажем так Вы прекрасно Себе отдаете Отчет что вам Это доступно Не будет Что бы вы не сделали Только чудо Должно произойти Плюс Вы сталкиваетесь С постоянным Ранжированием Потреблений Да В бичкеке есть Народный И ошки рынок Скажем условно Да А А ну и бета Бета Да А А в Москве Все начинается Даже не с рынка Я не знаю Я даже про рынок Не знаю На самом деле Но начинается С какой нибудь Копейки Или пятерочки Там заканчивается Азбукой вкуса Между этим Еще есть Десяток опций И вы понимаете Что пятерочка Вам доступна Азбукой вкуса Вам недоступна И вы видите Что это вам Недоступно Не только Финансово Видите Что вам это Эстетически Недоступно Потому что видите Люди в дорогих Костюмах В дорогой одежде На дорогих машинах Приходят Покупают Там Не булку хлеба И сметану Да А сыр Дорблю И красное вино Да То есть А Эстетика неравенства Да Которая есть Этика капитализма Она явлена Очень остро Даже внутри Людей Которые Как бы Относятся К одному К одной сфере деятельности Да То есть Могут быть Богатые художники И бедные Да Богатый Профессор И бедный Профессор А здесь Как бы Все художники равны Все фрилансеры Экономически равны Именно поэтому Вот в этой Интеллигентской Художественной Креативной Среде То что мы Сейчас говорим О марксизме То что мы Вообще говорим О некой Политизации Мне кажется Вызывает Крайний протест Протест на самом деле Незрелый И не критичный Потому что Ну Как сказать Может обидно Кому-то покажется Люди являются Действительно Пленниками ложного сознания Не способны Соотнести Своё реальное Экономическое положение С теми Ценностями Которые они Которых либо Либо они Пассивно Придерживаются Либо Активно Их Отстаивают Да? У меня просто Мой вопрос Капывается Ну Из ваших последних Слов Вообще В общем Да? Люди Которые у нас Выходили на Какие-либо Протесты У них протесты Были потребительские Нюансы потребителя Я хочу жить так Но мне не дают Жить так Я думаю В России Происходило то же самое Я вряд ли Сомневаюсь Что кто-то Проявил Духовный протест Вот вы говорите К примеру Журналист Он хочет сходить В какой-то ресторан Да? Но вынужден Питаться так Но понимаете Все эти наши потребности Они опять-таки Лежат в материальной плоскости Человек сам по себе Так устроен Это еще больше Подпитывает Неолиберального Так Вот у нас получается Все что у нас Не производится Все подпитывает Именно Самый Устой Человека Были раньше формации Потом возникли Материатическая Модель мира Потом Неолиберальная экономика Как вы говорите Но все это работает Именно на Примитивный Потребительский Устой Человека Вот вы говорите Я не могу представить Себе то время Когда там У нас пройдет Что можно представить Аналогию Деньгам 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 Я не знаю Когда вы сидите В Ваниль Скай Вам Вот этот здравый смысл Вокруг вас Эта обстановка Она не предполагает Реклама Ваниль Скай Да Она не предполагает Что вы начнете Сейчас думать О том Что у вас Что у вас там Три крошки Дома Вы пьете кофе Наслаждаетесь Тем самым Компенсируете Ту свою Нищету Которую Вы вынуждены Жить А когда вы Собственно В принципе Всегда живете В нищете И не ходите В Ваниль Скай Ну вот Может быть Эти высли У вас раньше Появятся А вот Вы искренне Верите Что для всех Возможно Не только Материальное И духовное Потребление То есть Грубо говоря Мы находимся Под большой Потребительской Пирамиде В самом низу Самый неизменный Как нужно удовлетворить Вверху Дальше Духовное 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 И управление Культурное Духовное Философское И так далее Неужели В рамках Этой пирамиды Где циркулирует Наш здравый Смысл Для них В таком понимании В большем понимании Неужели Все мы можем Переместиться В высшую точку Пирамиды Я думаю Что да Для этого Просто нужно Создать условия Тут уже Встает Сейчас Понимаете Какой вопрос На самом деле У меня Записан Понимаете Вопрос Принципиального Аннигилирующего На самом деле То есть Взаимоисключающего Противо Взаимоисключающего Конфликта Этик Или Логик Этика Мне больше нравится Понимаете Если вы Ставите Своей целью Целью своей политики Целью своей борьбы За гегемонию Да Всеобщее благо Для всех То значит Эта логика И эта этика Будет регулировать Те действия Которые вы будете Предпринимать Что это значит Если это ваша цель И вы допустим Мэр города Да То вы будете думать О том Как наладить Систему общественного Транспорта Как сделать его Дешевле Как сделать Его удобнее И доступнее Для всех Граждан Идите Примерно С Боливией Да Это Боливия Богата Да Столица Колумбия Извините Колумбия Точно Колумбия Если же Ваша цель Это отстаивание Интересов Правящего Класса Отстаивание Интересов Самых Богатых Тех Кто Как бы Платит Заполняет Вашу Казу Вы будете Думать О том Как построить Больше Парковок Как построить Более широкие Магистрали Как наладить Большую Доступность Для больших И дорогих И потребляющих Много Топлива Машин То есть Вот Это конкретный Пример По поводу Этого города Мэр Богаты Который Сейчас Стал Извест Но Во всяком Суча Я не могу Подробно Ссылаться На этот Пример Но То Немного Что я Читал Он Выбрал Первую Логику Его Этический Императив Заключался В следующем Если В городе Хорошо То есть Нужно Создать Условия В городе Таким Образом Чтобы Человек Который Едет На велосипеде За 30 Долларов Не чувствовал себя хуже Чем Человек Который Едет На машине За 30 Долларов Понимаете Потому что Если вы едете На велосипеде По Бишкеку Нет А по Москве Вообще Невозможно Ездить Если вы едете По Москве То вы чувствуете Что вы чмо Понимаете Просто чмо Потому что Нет Ну ладно Ни велосипедных Дорожек Да да Даже по тротуару Невозможно Пройдите По тротуару По московской В сторону Оружеского рынка Многие Можно сломать Но если вы едете На большой Крутой Машине С кондиционером И вам честь Отдает Милиционер То у вас Может сложиться Иллюзия Что все Замечательно И мэрия Города Должна работать Для вас Потому что Вы же Там Типа Не знаю Подкармливаете Или налоги платите Или платите Налоги Не знаю Что из двух Здесь Что здесь работает То есть Я как бы Отвечая на вас Вопрос Я хочу сказать Что то что Вы говорите Про эту пирамиду Да это возможно Это не значит Что завтра Все станут Все Увлекутся Искусством Или все Все Забудут Про свои Про свои Какие-то там Про стремления К потреблению И так далее Вопрос в том А стоит ли нам Как бы Делать предположение Что если всем искусством Что если все Не любят искусство То Соответственно Не нужно уделять ему Времени И не нужно Создавать условия Чтобы люди К нему приобщились И стали Стали им заниматься То есть Вопрос логики И выбора Вот То есть Мы должны сделать На самом деле Мы когда я говорю Не мы на самом деле А вернее И мы тоже Мы должны В логике Грамши Бороться за то Чтобы эти решения Которые принимаем мы Затем были осуществлены На уровне власти То есть Должны сделать выбор Мы как хотим Жить Так чтобы было хорошо Тому кому в кармане 30 долларов Или только тому Кому в кармане 30 тысяч долларов Какую Этику и логику Нам нужно выбрать Спора На самом деле Между этими двумя Этиками Не получится Он невозможен Потому что Они друг друга Исключают Потому что Если ты говоришь Все равны Все не равны О чем можно спорить Невозможно То есть Тех долларов Тех кто заработал А кто много Работал Именно поэтому Вот в чем Как бы такая Проницательность И радикальность Грамши Хотя вот Его могут Использовать В том что Нужно сделать выбор Чтобы выбор Даже за культурную Гегемонию Борьба за культурную Гегемонию Есть вопрос выбора Выбор на какой Ты стороне Ты на стороне Угнетенного Того Кто может себе позволить Только велосипед Либо ты на стороне Того Кто может позволить Себе Какой нибудь Хаммер Или не знаю Что там Брабус Что угодно Мерседес И рассказывает Это опять Несколько Банализации Революгализации Но на самом деле Это такие образы Которые может быть Ну Очень четко Показывают Показывают Необходимость Этого выбора И вот я опять Возвращаюсь К интеллигенции То есть Как бы И может быть Вопрос уже Для дискуссии Вот собственно Креативный Класс Вот сейчас Мне кажется Что в Москве Все зависит От того Какой выбор Сделает креативный Класс Достаточно ли Будет удовлетворить Свои эстетические Разногласия С властью И убрать Путина И команду Я думаю Что если бы Остался Медведев То не вышли бы Люди На эти протесты В принципе Дима Жалкий Он как бы Вполне Удовлетворял Эстетическим Воззрением Креативного Класса Пользуется Айпадом Твиттер У него Фейсбук Говорит По-английски Постоянно Говорит О демократии Либерализации В принципе Идеальный Идеальный Сын Из профессорской Семьи Все у него Качества Для того Чтобы быть Президентом Креативного Класса А вот Путин Ну конечно Путин Он Наглый КГБшник Копник Вообще Нужно Нужно Друг У него Берлускони Нужно Его Убрать Если Как бы Это Вынется Если Люди Осознают Что Они Если Появится Очень Существенная Социальная Повестка В требовании То этот Протест Может иметь Какое-то Будущее А если Эта Социальная Повестка Сейчас Не появится То От смены Путина Которая Скорее всего Может произойти Ситуация Не изменится В том числе Для этого Креативного Класса Который В своем Большинстве Является Наемным Работником Всего лишь То есть Это Потребление Это Иллюзия Успеха В этом Мире Не более А на самом Деле К реальному Успеху Я вам Такой Анекдот По этому Поводу Расскажу Который На самом Деле Не анекдот Это Реальная История Которую Я слышал По телевизору Но звучит Это Как анекдот Один Шоумен Американский Телеведущий Пожертвовал Фонд Предвыборной Компании Барака Обама Миллион Долларов Его Пригласили Ричард Квест На СНН Пригласил Его А или Ричард Квест Неважно Пригласили На СНН И спрашивают Почему вы Пожертвовали Один миллион Долларов На Компанию Барака Обама Разве Вас Обама Не Разочаровал Говорит Обама 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 Разочаровал Он Всех Разочаровал Но Вы посмотрите На этих Идиотов Из республиканской Партии И вообще Посмотрите Что происходит В Америке Сейчас Смотрите Что происходит Ведь все Миллиардеры За республиканцев Поэтому все Миллионеры Должны быть За Обам Это не шутка Это было сказано Серьезно Поэтому Если вы Не миллионер И не миллиардер То Вы можете Заказывать Самый дорогой Кофе В ваниле Скай Но от вас В этом мире Мало что зависит Спасибо Может быть Есть какие-то Вопросы